Всем привет, с вами Аламерт. И сегодня мне хотелось бы поведать вам о некоторых вещах касательно нашей любимой вселенной Варкрафт. А именно, о процессе создания кинематографических роликов и некоторых интересных фактов касательно них. Что там слышно про Варкрафт 3 Рефодж и почему не стоит надеяться на старую озвучку. Проклятие Утор! А также расскажу о своем первом знакомстве со вселенной Варкрафт и почему я выбрал именно ее фундаментом своего канала. С этого, пожалуй, и начнем. Итак, если вы зритель моего канала, то, думаю, не нужно объяснять, что это за вселенная, ибо почти у каждого в сердце есть частичка Варкрафта. А фразы вроде Ушли в народ и получили заслуженную популярность. Мое же знакомство со вселенной Варкрафта началось в далекой середине нулевых, когда в мои руки попали диски с Варкрафтом 3 дополнением Фрозентрон. Что это за вселенная, я знать не сдал, ибо в то время задротил во второго Шрека. И вот, когда я запустил эту игру, меня затянуло полностью. Для меня это был поистине глоток свежего воздуха, касательно как сюжета, так и геймплея. А ролики, несмотря на то, что были сжаты до нереально убогого качества, были поистине потрясающие атмосферные. Особенно ролик предательства Артаса, который я пересматривал раз сто и обсуждал с друзьями. Каждая глава Варкрафта 3 была связана с определенным моментом из жизни и западала в душу навечно. Думаю, у многих было так же. Пишите в комментарии, кто, как и насколько давно познакомился со вселенной Варкрафта. Только спустя несколько лет я обнаружил наличие редактора карт и нагрузил множество любительских компаний. Затем мне безумно захотелось состряпать что-то свое, и тут понеслось. И многое было забыто, чего забывать не следовало. Первые свои ролики я делал со слабенького первобытного ноутбука, который мог развалиться в любой момент. Поэтому Варкрафт 3 был идеальным вариантом, чтобы ворваться на ютуб. Тем более я безумно фанател от этой вселенной и проводил за ней часы своего свободного времени. Переигрывая компании или гоняя кастомки с друзьями. Что касается World of Warcraft, то за всю свою жизнь я провел в сумме около дня, наверное, игры. Я понял, что у меня чисто физически не хватит времени раскачать своего персонажа, чтобы как-то продвинуться по сюжету, поизучать лор и вникнуть во всю эту вовыскую тему. Хоть у меня лежит купленная игра, просто понимаю, что это немного не мое. Да и собственно редактора карт там нет, чтобы намутить какого-нибудь своего бреда. Но я активно слежу за развитием событий битвы за Азерот, вникаю в сюжет через синематики, ролики, катсцены и многое другое. Да и с детства я привык ассоциировать Варкрафт именно со стратегией, а не с ММО. Хотя каждая из вышедших игр Варкрафта была поистине шедевр в реале, и тут спорить нет смысла. Кто-то играет только в World of Warcraft, кто-то в Warcraft 3, кто-то в Hearthstone и так далее, а кто-то во все сразу. Но всех нас бесспорно скрепляют узы любви к этой вселенной. Что может максимально погрузить во вселенную Варкрафта, так это несомненно кинематографические ролики, начиная с классической дуэли человека и орка, заканчивая бесчестием. Стоит отметить, что это очень дорогая и кропотливая работа, и чтобы создать такой 3-4 минутный ролик, потребуется несколько недель или даже месяцев. Все зависит от происходящего в нем действия. Например, в выступительном ролике Легиона на визуализацию Вариана требовалось от 4 до 6 часов на каждый кадр, и 20-30 гигабайт оперативной памяти, только вслушайтесь в эти цифры. Перевод его пропорций из рисунков в 3D модель был довольно сложным. Захват движения использовался лишь для того, чтобы анимировать других персонажей в ролике. Например, солдат на палубе, но не для мимики Вариана. Текстуры его тела были основаны на реальных людях. Были использованы фотографии 40-летних мужчин, работающих в офисе, а для создания океана в ролике использовалась обыкновенная вода в бассейне. Первоначально в этом ролике был пехотинец Альянса, который писал письмо своей семье. Позже он был заменен на орка, и только в финальном варианте было решено заменить его именно на Вариана, пишущего письмо своему сыну Андуину. Вдохновением послужили корабли 18 века. Использовалось более 50 различных предметов, чтобы палуба казалась заполненной и реалистичной. Также создатели почерпнули много из военных фильмов, особенно эмоциональный подтекст. Сын мой, древняя тьма возвращается в этот мир. Как и прежде, она стремится уничтожить все, что нам дорого. Вице-президент Blizzard Джефф Чембердон в своем интервью рассказал много интересного касательно того самого первого ролика из Warcraft 3 с поединком человека и орка. Этот ролик был придуман за час в кабинете Криса Мэтсена. В изначальной версии пехотинцы Альянса нападали на сидевших у костра орков. И лишь постепенно ролик принял ту форму, которую мы имеем на сегодняшний день. Именно во время создания этого ролика разработчики начали самостоятельно сниматься в роликах, с которых впоследствии списывали анимацию. Поединок снимали несколько раз с разных сторон и ракурсов, дабы найти оптимальные ракурсы и поймать наиболее выгодные кадры. К сожалению, на сегодняшний день эта запись не сохранилась. Вместо нее было показано видео, которое сотрудники Blizzard снимали для Warcraft 3 Reforged. Видео создавалось в течение 14 недели. По словам самого Джеффа, это было одно из тех видео, которые мучительно сложен создавать, но которыми ты потом очень гордишься. В ремейке Warcraft 3 радикально переделан будет только вступительный ролик. Остальные видео только переведут в более высокое разрешение, проведут разную другую работу для того, чтобы сделать их лучше и качественней. Но полностью переделан будет только этот. По аналогии делались и другие ролики Warcraft. Делались с особым подходом и вниманием к деталям. И все эти годы компания Blizzard занималась созданием анимации вручную. Но для ролика Battle for Azeroth команда разработчиков освоила передовую технологию захвата движения лиц актеров, чтобы сделать мимику персонажей вроде Андуина и Сильвана наиболее правдоподобной. Здесь живым прототипом Андуина стал актер Джорди Холибар, но так можно поступить только если персонаж походит на человека и существует актер, похожий на персонажа. Подобные технологии используют во многих играх и фильмах. Например, таким образом был создан Эбенезер Скрудж в рождественской истории, сыгранный Джимом Керри. Дэвид Джонс, сыгранный Биллом Най, Голлум, Энди Серкисом и многие другие. Для Альянс! Ремейк разрабатывается уже более двух лет и по словам разработчика, они работали на Warcraft 3 Reforged в тайне и им очень сложно было держать это в секрете. Кстати говоря, редактор карт выйдет раньше, чем сама игра, чтобы игроки и картостроитель смогли пощупать его заранее. У Blizzard на него большие планы, по их словам у него практически безграничный потенциал, будет расширен его функционал и добавлены новые функции. Скорее всего бета-тестирование состоится в начале следующего года, но конкретные даты разработчики еще не объявили. Но я бы хотел сделать акцент именно на озвучке, ведь многим фанатам был по душе именно тот старенький дубляж 2002 года. И как бы велико не было желаний игроков, озвучка в игре будет переделана полностью. С чем это связано? Во-первых, стоит отметить, что часть диалогов в оригинальном Warcraft были черновыми, то есть временными, но так вышло, что их вместе с финальными отправили на дубляж и поэтому не было времени что-то исправлять. Да и сюжетная линия, по словам разработчиков, будет немного изменена и, соответственно, диалоги тоже. Также будут изменены не только диалоги, но и голоса озвучки, ведь около 30% тех, кто дублировал в нашей стране Warcraft 3, к сожалению, уже нет в живых, а многие просто отошли от этого дела. Озвучка будет базироваться на актуальном лоре World of Warcraft. Артас, Фарион, Тирэнд будут заменены на Артас, Тиранда, Малфурион и так далее. Скорее всего, голос Артасу подарит Артём Кретов. Мы опоздали. Весь город должен быть очищен. Голос Джайна, Ольга Голованова. Прости меня, Артас. Я не могу на это смотреть. Голос Утера, Олег Куценко и так далее. Джайна, у вас мало времени. Король Лич видит всё, что видит Ледяная Скорта. Напомню, что в Warcraft 3 этих персонажей озвучили Владимир Вихров. Мы опоздали. Весь город должен быть уничтожен. Елена Соловьёва, там она же озвучивала Тиранду, на сей день является голосом Сильваны Вов. Да, вот так вот немного запутано. Прости, Артас. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. И Юрий Лученко. Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Сейчас идёт множество разногласий насчёт озвучки. Кто-то считает, что старая озвучка незаменима, а кто-то считает, что новый исправит все косяки и вдохнёт новую жизнь в данный период истории Варкрафта. Тем более в оригинальной игре есть места, которые в будущем вселенной выглядят иначе. Например, Мулгор, незелёная долина лугов и холмов. Сурамар, который почему-то в нашей озвучке называется Садалар по необъяснимым причинам. Это не волшебная столица под магическим куполом, а затонувшая 10 тысяч лет назад, а впоследствии поднятая со дна город среди джунглей и так далее. Ну, исходя из всего этого, будем оценивать новый дубляж. Думаю, он нас не разочарует, но пока что судить об этом рано. Что ж, думаю, пора на этом заканчивать. Будем ждать ремейка Варкрафта 3. Конечно же, редактора к нему. Посмотрим, что он себя представляет. Сами там, скорее всего, что-нибудь донамутим. Надеюсь, из этого ролика вы узнали немного нового. Если он вам понравился, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии, говорите, какой из подобных тем вы бы хотели услышать. Ну, а с вами был Аламерт. Спасибо за просмотр, играйте в Варкрафт и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok